Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям нашего края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня в выпуске. Гормональная экспресс-диагностика, где проводят такое исследование. 9 признаков йододефицита, как восстановить нехватку йода. Бионические протезы, кто изготавливает их совершенно бесплатно. Инженер из Норильска прославился на весь мир. Мужчина совершенно бесплатно изготавливает бионические протезы на 3D-принтере. Что подтолкнуло его к этому и как работает такое устройство, расскажем в следующем сюжете. 26 лет назад на экраны выходит фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день». Герой Шварценеггера снимает кожу с руки. Оказывается, что внутри у него все электронное. Мало кто поверит, что такое возможно в реальности, но это так. Человек-терминатор именно так называют британца Найджела Экленда. Он один из тех, кому впервые установили бионический протез руки, самый совершенный в мире. Над этим устройством трудилась целая команда зарубежных ученых. Российский инженер из Норильска Максим Ляшко смог создать аналог в одиночку, прямо у себя дома на 3D-принтере. Подтолкнула его к этому трагедия, которая произошла 3 года назад. Во время работы на шахте молодой инженер лишился руки. И вот тогда встал вопрос о протезировании. Доступных протезов вообще нет. Они стоят космических денег. Даже косметические. Вот, к примеру, косметические мне протез стоят около 300 тысяч рублей. Вот я в Москве узнавался, заходил в Ортокосмос. А в Новосибирске хороший косметический протез стоит 16-18 тысяч евро. Бионический протез, который создал Максим, ничуть не уступает зарубежному аналогу. Минус только один. Он сделан из пластика, а не из сверхпрочной стали. Чтобы создать такое устройство самостоятельно, молодой инженер приобрел 3D-принтер. Сам разработал электронную схему и мини-мотор. Принцип работы этого аппарата прост. На мышцы предплечья устанавливают специальные датчики, фиксирующие электрический потенциал. Так протез понимает, человек хочет сжать руку или разжать ее. Самое сложное 50% это где-то сделать кисть. Сделать уже плечо и локоть не так сложно. Проблема в управлении тут возникает. И чтобы можно было управлять, необходимо делать операцию в России. Я вот ездил, пока не нашел. Искал в Москве, в Питере. Пока не нашел врачей, которые бы могли такую операцию сделать. Схемы своих разработок Максим выложил в интернет. Он надеется, что врачи заинтересуются этой технологией. И тогда можно будет создавать протезы всей руки. Причем не из пластика, а из металла. Ресурсы на это уже есть. Недавно Максим выиграл грант на сумму 2 миллиона рублей. На эти деньги он планирует создать более совершенную модель. Бианический протез, который будет надежный, а главное, недорогой. В Красноярске появился новый аппарат для исследования гормонов крови. Теперь процесс диагностики идет гораздо быстрее. О том, где можно пройти гормональное экспресс-исследование, расскажем прямо сейчас. Вот так выглядит тот самый аппарат, который способен всего за несколько часов провести сложное исследование гормонов крови. Находится он в лаборатории Краевой клинической больницы. Чтобы работать на этом анализаторе, специалистам пришлось пройти дополнительное обучение. Ведь возможности нового аппарата высоки, рассказывает заведующий гормональной лабораторией. Данный аппарат позволил нам значительно сократить время выполнения исследований. Если раньше исследования у нас выполнялись в среднем 5 рабочих дней, неделя, то сейчас у нас есть возможность. Утром больной сдал кровь на гормоны, на следующий день он уже получает результат. Врачи говорят, для жителей края такой аппарат – настоящее спасение. Ведь раньше нагородним пациентам приходилось почти неделю ждать результатов. А это дополнительные затраты на проживание. Наталья Гуркова, например, приехала в Красноярск из Мендерлы. Уже 6 лет женщина борется с патологией щитовидной железы. А тут диагностика гормонов играет практически ведущую роль. Люди приезжают издалека, время свое тратят и все прочее. Кто-то не может съездить туда-обратно. Мы, допустим, не так далеко живем, а другим, конечно, нужно, чтобы результаты быстрее были. Врачи бьют тревогу. Почти 30% жителей края сталкиваются с проблемой щитовидной железы. Усталость, сонливость, круги под глазами – вот основные признаки этой патологии. Правда, иногда симптомы похожи на кардиологическое заболевание. У человека появляется сильное сердцебиение, отдышка и головные боли. И тут оттягивать поход к врачу нельзя. Наличие этой патологии приводит к тому, что часть узлов становится автономными, и у лиц пожилого возраста это может сопровождаться нарушением сердечного ритма. В частности, пароксизмами фибрилляции предсердия, экстрасистолии, которые представляют угрозу не только для качества жизни, но и для продолжительности жизни. Чаще всего причиной патологии щитовидной железы является нехватка йода. Человеческий организм получает этот важнейший микроэлемент вместе с пищей, водой и воздухом. К сожалению, даже самое правильное и рациональное питание не в силах уберечь от проблем людей, проживающих вне морского климата. Многие проблемы в эндокринологии связаны с йододефицитом, утверждают специалисты. Особенно это касается сибиряков, живущих вдалеке от моря. Сейчас у нас в студии врач-диетолог Ольга Цымбалова. Ольга Владиславовна, как определить, что в организме не хватает йода? Надо вначале понимать, для чего нам нужен йод. Как раз для синтеза гормонов щитовидной железы. А эти гормоны участвуют во всех жизненных процессах. Это физическое развитие, умственное развитие, психическое развитие человека. Отсюда как раз и клинические признаки дефицита йода. Если дефицит возникает при внутриутробном развитии, или, допустим, при раннем развитии потом ребенка, то, конечно, это приводит к сильной задержке физического и умственного развития. Если дефицит йода и, соответственно, гормонов щитовидной железы происходит уже в более старшем возрасте, то здесь следующие такие можно заподозрить по следующим клиническим симптомам. Допустим, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, сонливость появляется, сухость кожных покровов, особенно в области локтевых суставов и на задней поверхности плеча. В то же время замедляется обмен веществ, у человека, у ребенка или взрослого может появиться избыточный вес. Следующий момент такой – это как раз нарушение ритма сердца, может быть. Ритм замедляется. Усваивается новая информация намного хуже. Особенно это касается учеников. Чем это опасно вообще? Мне кажется, такие симптомы, что каждую весну мы такое чувствуем, испытываем сонливость, усталость. Ну вот как раз изменение метаболизма, приводящее к избыточному весу потом, в дальнейшем может привести к ожирению. И ожирение уже, в свою очередь, может привести к инсулинорезистентности. Вот как раз здесь уже подключаются другие гормоны, в том числе инсулин. Плюс это может впоследствии привести, в том числе, к развитию сахарного диабета второго типа. Поэтому все гормональные изменения в нашем организме, они взаимосвязаны между собой. Как восполнить йододефицит? Максимальное содержание йода в продуктах моря. Это морские водоросли, всем известная нам морская капуста, и морская рыба. Но, к сожалению, эти продукты очень реки на столах сибиряков, особенно это касается детей. Поэтому йод мы должны получать в виде йодированной соли. И у нас, у каждой хозяйки на кухне, дома должна быть только йодированная соль. Передозировать соль невозможно, потому что, в принципе, мы ее используем примерно 5-10 грамм в сутки. Как раз вот этого количества йода будет достаточно. Кроме того, конечно, йодированная соль достаточно для взрослых. А вот как раз те критические периоды, будь то беременная женщина, детский возраст, женщина во время лактации, кормления грудью, нуждаются в дополнительном приеме йода. Но это уже лекарственные препараты, и принимать их можно только после рекомендации вашего лечащего врача. Если не ошибаюсь, срок годности у йодированной соли очень короткий. Сколько? Вот какой промежуток? Нужно ли смотреть на дату выпуска? На дату смотреть обязательно необходимо. Вообще срок годности 12 месяцев, но я рекомендую покупать соль, срок изготовления которой не больше 6 месяцев, потому что именно максимальная концентрация йода содержится в соли во время 6 месяцев с момента изготовления. Потом эту соль, конечно, можно использовать, но уже как обычную. Но вот как раз использование обычной соли я не рекомендую. А вот раньше очень популярны такие были рыбные четверги, когда нужно было обязательно в четверг есть рыбу. Вот насколько такое правило эффективно? Если это рыба морская, то правило эффективно. Именно в морской рыбе содержится максимальное количество йода. Но рыба полезна не только йодом, а различными другими микроэлементами, фосфором и особенно омега-3 жирными кислотами. Спасибо большое. Давайте подведем итог. Какие правила сибирякам нужно соблюдать обязательно? Во-первых, в случае появления каких-то жалоб, нужно обязательно обращаться к врачу. Во-вторых, в своем питании использовать только йодированную соль и как можно чаще кушать морскую капусту и морскую рыбу. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас в студии была Ольга Цимбалова, врач-гейтолог. Далее рубрика «Мидинфо» о значимых событиях в сфере здравоохранения края расскажем прямо сейчас. Поезд «Здоровье» отправляется в очередной рейс. С 14 по 27 марта он сделает остановки на 8 станциях. Корабула, Новохайская, Чунаяр, Тамтачет, Новобирюсинская, Черманчет, Поканаевка и Решеты. Напомню, чтобы пройти диагностику, при себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и выписки из медицинских документов. На станциях поезд будет работать с 8 утра до 6 вечера. За это время врачи смогут ежедневно обследовать до 150 пациентов. В Ачинском перинатальном центре родился первый малыш. Мальчик появился на свет весом 2 килограмма 750 граммов. Рост 146 сантиметров. Появление этого малыша на свет дало старт новому медучреждению в нашем крае. Отмечу, Ачинский перинатальный центр рассчитан на 120 коек. В учреждении будут работать порядка 50 профессиональных врачей, в их числе и специалисты, приехавшие из других регионов. В Красноярске открылись бесплатные спортивные секции для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. По четвергам в реабилитационном центре «Радуга» юные посетители смогут заниматься настольным теннисом, игрой ботча и армспортом. Занятия проводят тренеры, которые прошли обучение по адаптивной физической культуре. В одной из крупнейших угледобывающих компаний Красноярского края более 250 сотрудников отказались от курения. Еще около 350 человек сократили потребление никотина. Таков результат действующей программы «Здоровье». В ее рамках для горняков регулярно проводят диспансеризацию. Каждый год их вакцинируют от гриппа. Запущены проекты по борьбе с курением и лишним весом. Организуются ликбезы и экспресс-обследования для предупреждения о таких заболеваниях, как сахарный диабет, онкология и ВИЧ-инфекция. На этом у меня все. С вами была Екатерина Самохвалова. Если вы хотите задать вопрос врачу или поблагодарить его, звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03.